Что сейчас происходит на так называемой полосе разграничения? В этой зоне остались поселки-призраки. Жители уехали, дома разрушены, земля покрыта воронками от взрывов. При этом, несмотря на все договоренности, продолжаются обстрелы со стороны украинских военных. С линии разграничений в Донбассе специальный репортаж нашего корреспондента Антона Степаненко. Желательно не гнать, все равно мы отмены, да не уберем никуда. Это я тебе сто процентов. Чем быстрее бежишь, тем больше ловишь. Зато можно попытаться обмануть. Чем медленнее едет машина, тем меньше поднимает пыли. А значит движение труднее заметить украинскому дозорному. По проселочной дороге мы едем к линии фронта к северо-западу от Дебальцево. Два участка трассы в прямой видимости с той стороны линии фронта. Гражданские здесь не катаются, поэтому машина – потенциальная мишень. Сегодня танчик вышел напрямую, отхигачил и ушел назад. Ты знаешь, если б не это перемирие, да, накрыли бы их отсюда, не делай. Заткнулись бы они раз и навсегда. Да. А так как и стрелять можно только им, ты сам понимаешь. По крайней села Калиновка проходит линия обороны неподалеку позиции украинских войск. Друг напротив друга армии стоят пять месяцев. С той разницей, что здесь остались лишь стрелковые подразделения, вооружение калибром меньше 100 мм донецкая армия отвела не менее чем на три километра. С той же стороны бронетехника и артиллерия стоят как стояли и обстрелы не прекращаются. Это передовые части донецкой армии на Дебальцевском направлении. Похоже, что киевские войска о прекращении огня на этом участке даже не слышали. Звуки артиллерийской стрельбы раздаются с интенсивностью в 15-20 минут. И так каждый день, не выдержав, из поселка уехали все жители. Оставаться здесь стало просто невозможно. Опасно, да и жить негде. Все дома повреждены, огороды перепаханы минами. Не поймешь куда, не поймешь зачем, почему. То есть не прицельный огонь, просто беспорядочный. На улице только наша группа, бойцы в укрытиях. На поверхность стараются без необходимости не подниматься. А еще на всякий случай в каждом доме и в каждом дворе открыты двери в подвал. Здесь неизвестно, где и когда застигнет обстрел. Опа, аккуратно. Ложись! Есть еще одна особенность передвижения по Калиновке. Маршрут тут лучше прокладывать от подвала к подвалу. 10 минут и вновь наступает тишина. Тревожная тишина над Калиновкой. Вон, видишь, тоже прилетело. Свежая? Нет, вчерашняя. Ну да. Нет, вчерашняя не свежая. По здешним меркам свежая, это когда выходишь из укрытия и видишь новую воронку. Такие будни передовой на Дебальцевском фронте. Перемирие перемиряем формально, а как пуляли, так и пуляют. То есть вообще ноль. Только на бумагах перемиряем. Метров 40 до переднего рубежа надо пробежать. За бруствером нейтралка и окопа украинской армии. Друг за другом здесь даже без оптики наблюдают через прицел. 600 метров до позиции. Там, мы думали, побольше будет. Не-не, 600 метров. Так что вы их с утеса в любом случае перекрошите. Весело по ночам. 120-е прилетают. Только по блиндажам успеваем прыгать. Это северо-западный участок обороны Горловки. Огонь украинская сторона открывает на любое движение. Любой огонь на любое движение. Если есть перестрелки, обстрелы, им идет доплата за каждый день. Поэтому они каждый день провоцируют бой. Обрабатывают вот эту территорию всю полностью в квадрате. Каждый день? Вот как интенсивно работают? Вы знаете, бывает день затищи, а потом пару дней обрабатывают. И причем плотно минами ложат и по многу. Но позиция у нас, вот это место вообще пристрелено по 15-20 метров летает. 120-й. Не то, что там 1-2 миномета, а именно батарея работала. Чуть правее этих позиций в лесополосе, как обнаружили разведчики, висит флаг запрещенного в России правого сектора. Внезапно на той стороне вспыхивает перестрелка. Солдат в донецких окопах это не удивляет. Тут получается украинский флаг, а там есть правосековский флаг. И они между собой бывают перекидываются. На этом рубеже Донецкая армия держит оборону уже 8 месяцев. И здесь тоже все тяжелое вооружение отвели в тыл. Из самого серьезного, что есть в окопах, противотанковые установки и крупнокалиберные пулеметы «Утес», которыми воевали еще в Афганистане. Потеря возможности вести контрбатарейную стрельбу серьезными потерями для Донецкой армии пока не обернулась. Чего нельзя сказать про Горловку. Для города война продолжается по-прежнему. И интенсивность обстрелов и потерь среди жителей только растет. Это центр Горловки, жилые кварталы, церковь, городской парк. За пару минут сюда легло 14 снарядов. Прямые попадания в дома, в храм, снаряды разрывались и на улице. Дома оказались пустыми, а улица безлюдная из-за раннего часа. До тла сгорела небольшая типография. Мы вчера тут работали, отгрузили продукцию. Жалко, конечно. Столько труда мы тут, сколько, 15 лет. Вообще ничего, вообще нету ничего. Я в шоке. Ни обоев, ни оборудования, вообще ничего нету. Ну хорошо, хоть у вас не было. Да да. В военных сводках Донбасса этот обстрел, как и других городов и армейских позиций, будет отмечен. Как и то, что в целом на фронтах Донецка без особых перемен. Антон Степаненко, Артем Григориан, Рушан Умяров, Первый канал, Донбасс. По частеньке острым, да.